тема этой лекции цифровые системы управления на следующем слайде видите перечень вопросов которые были ранее рассмотрены можете посидеть повспоминать что здесь к чему будут рассмотрены следующие сущности это на что такое система цифрового управления и каким образом она модулируется ну вот в частности термины это физические элементы то есть элементы физической физического объекта то есть объекта который подвергается управлению их представители виртуальные и образы то есть из этих элементов строится модель управляемой системы и на основе этой модели как раз разрабатывать систему управления значит цифровые системы строятся как правило на основе этой самой обратной связи ну или там цикла управления то есть измерения вычисления и с действия на управляющие какие-то конструкции значит также выделяется в этой системе управляемый объект системы управления контроллер и вся система в целом тоже вот сущности представляющие собой из которых строится эта самая система вот та часть которая относится к системе управления внутри микроконтроллера к ним относятся представители и образ все эти сущности элементы управления они часть объекта управляемого существует дискретные и непрерывные по своим свойствам элементы управления рассматриваются вопросы связанные с тем как мы насколько мы адекватно наблюдаем нашу систему какие зависимости то есть mutual consistency какие зависимости существует между измеряемыми величинами к ним относятся измеряемые величины собственно да и либо моменты времени разные варианты точности измерений понятия параметрических и фазочувствительных образов ну и варианты оценивания состояния образа в будущем для того чтобы улучшить систему улучшить адекватность представления системы управления в качестве примера рассматривается вот такая система управления температурой вот этой батареи то есть батареи подается горячей горячая вода вот интересно что она никуда не уходит на самом деле не важно в общем вот есть поток горячей воды и мы можем его регулировать включать или выключать делает это контроллер делает он по отношению к запрашиваемой температуре температура устанавливается при помощи вот этой вот ручки управления что ее крутит непосредственно человек но и в качестве элемента этой системы рассматривается также текущая температура вот этой вот батареи то есть мы где-то измеряем и передаем микроконтроллер поведение системы в процессе вот этого цикла управления что зеленым здесь показано график требуя нам температуры то есть существует некоторый момент времени скажем на 10 минуте функционирование системы человек включает ее на 25 градусов и вот что дальше происходит какие процессы идут и как меняется величина изображено на этом графике то есть некоторое время после включения микроконтроллер распознает действие человека производит измерения необходимые то есть текущие температуры и значит при необходимости он включает кран подачи горячих воды в виде два состояния есть то есть выключен и включен для момент его срабатывания точнее момент включения исполнительного механизма клапана до момента от момента установки требуемой температуры он называется временем задержки микроконтроллер температура начинает меняться примерно в этот момент времени вот то есть получается что некоторое время от начала этого основного управления когда человек включает устанавливает температуру до начала изменения величины называется мертвое время оно складывается как раз времени из времени реакции контроллера и времени так скажем так скажем временем включения механизма исполнения до временем начала изменения физической величины также есть еще одно интересное интервал времени который говорит о том что сколько времени потребуется для достижения системой то есть объектом нужной нам температуры ну то есть нужного нам значения если говорить абстрактно вот это называется время повышение температуры но в принципе можно назвать время достижения физической величиной требуемого значения и вот его можно оценить значит процессе измерения температуры до при помощи датчика температуры и мир мы можем измерить между интервалами вот 10 процентов времени до 90 процентов времени и потом соответственно при помощи физической модели предсказать момент времени когда эта температура будет достижима вот на этом слайде собственно то что я говорил выше она показана в четких терминах то есть время the rise может быть выведена путем измерения величин момент времени нас 10 процентов величины и 90 процентов величины в принципе достаточно очевидно можно даже особо не мерить контроллер над и система управления начинаю характеризуется количеством отчетов измерения в секунду то есть это сэмплинг рейт это чистота с которой обновляется образ состояния системой то есть образ что такое это наше представление то есть представление управляющей системой о том в каком состоянии находится объект он соответственно может соответствовать тому что есть на самом деле может и не соответствовать чтобы его ввести в соответствии с существующим состоянием нужно производить измерения этих вот физических величин что такое период измерения но это единица деленная на частоту измерения то есть это время между двумя измерениями время задержки микроконтроллера но это время на обработку результата еще точно есть важный такой один момент мы измерение также выдачу управляющего сигнала на исполнительное устройство можем выдавать с некоторым отклонением это вот отклонение но относительно от момента от мер сэмплинга да мы измеряем но вот измерение можно произвести с некоторым смещением относительно в этого момента вот этот это смещение называется джиттер можно его назвать отклонением то же самое с срабатыванием механизма то есть мы в случае меры если мы чуть быстрее вычислили значение либо чуть позже соответственно момент срабатывания тоже может меняться и в зависимости от этого у нас будут различные оценки ошибок отклонений в том числе система вот имеет вот это вот мертвое время время от начала измерений будем так говорить да я на графике там было время начала ну да в принципе сначала нужно же найти момент времени когда человек включил нам не установил необходимую температуру мы должны сначала произвести наблюдения изменения датчика мы потом до начала изменения изменения температуры вот у нас имеет место это самое мертвое время но складывается и времени вычисления и времени с между срабатыванием исполнительного механизма и началом изменения физической величины так вот зная эти характеристики каким-либо образом их оценивая система будет находиться в адекватном состоянии если интервал между измерениями будет меньше одной десятой времени роста величины при стремлении величины кому к нужному значению вот хотя на самом деле существует различные теоремы теорема котельника но она касается сигналов которые меняют вы грубо говоря порядность то есть типа синусоидальных например вот здесь на скидку сделано что мысли за время увеличения нашей температуры делаем 10 измерений то у нас будет вполне адекватная оценка состояния время вычисления контроллера должно быть меньше времени измерения вот джиттер микроконтроллер должен быть намного меньше времени вычислений то есть по сути говоря это вот основная характеристика или как основная датная характеристика система реального времени предсказуемой надо чтобы отклонение процесса вычисления было намного меньше времени микроконтроллер ну мы по факту можем просто зафиксировать некоторый интервал допустимый за которые микроконтроллер должен выдать управляющие воздействие время и задержка времени определение ошибок должна быть примерно того же порядка как величины как и наиболее быстрая реакция микроконтроллера из возможных то есть мы можем на разных интервалах управления объектом пользоваться разными например частотой дискретизации так вот нам нужно чтобы время за которым мы можем определять ошибку было меньше вот этого минимального времени из всех возможностей сущности ну то есть объекты управляющего управляемого объекта представители и образы что управляемые элементы объекта они являются элементами среды ну то есть мы подразумеваем что микроконтроллер находится в некоторой среде в этой среде же находится управляемый объект вот эти значит датчики сенсоры да и исполнительные устройства это часть среды они их свойства могут меняться от времени в общем случае их можно наблюдать ну их измерять их величины это если это сенсор либо на них выдавать управляющие воздействие также они характеризуются тем что величины у них бывает непрерывные ну например если сенсор температуры чувствительный к температуре резистор там величина может быть принципе любая в некотором диапазоне а также дискретными вот и датчик может быть температуре может быть дискретным и у него есть определенный диапазон значений даже допустимый пример это состояние клапана то есть она либо включена либо не включена представители то есть это модель то есть первые такая грубая модель вот этих вот сенсоров и исполнительных устройств то есть они являются элементами контроллера и действует в виде интерфейсов к вот этим вот элементам объекта ну и вот сенсор контроллер в частности на микроконтроллер может работать непосредственно сам сенсор то есть выдавать цифровую информацию на некоторую шину например как в автомобилях дакан вот сам по себе сенсору он с микроконтроллер микроконтроллер не принимает никаких решений он занимается например цифровкой сигнала и передает его в основной в систему управления непосредственно ну и образ это внутреннее представление сущности реальной да то есть здесь я так понял по презентации это тем образом понимается как и состояние сенсора конкретного состояния образ состояния исполнительных устройств так и вообще все системы в целом тоже можно как образ понимать 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 ну вот пример для нашего клапана он либо значит открыт либо закрыт него два состояния присутствует что вот вот этот вот слайд показывает соответствие нашему репрезентативу на представителю к тому что есть на самом деле то есть это имеется ввиду клапан да то есть мы в него только пишем информацию давать он ли и мы не можем сочетать информацию о том закрыт он реально или открыт так вот функция h от е и это сущность entity да это состояние в реальном мире как она находится да это информация о том которые представлены вот в этом вот представители внутри микроконтроллера и вот мы значит его например открыли то через некоторое время он реально открывается например и некоторое время тратится на его открытие вот потом его закрыли опять происходит нечто с некоторыми задержками процесс снова снова открыли и вот когда в очередной раз мы его закрыли клапан у нас случайно не смог закрыться мы мы про это ничего не знаем и получается что в этот момент у нас неадекватное представление о состоянии сенсора состоянии управляющего устройства вот аналогично с измерением температуры на то есть вот в данном случае стать другой пример приводится это изменение скорости или просто измерение скорости все это моменты времени когда мы это производим измерения величина скорости вот если мы равна ускоряемся постепенно да то и жирная линия обозначает скорость которая имеет место на самом деле вот hr это вот это вот ломаная линия она получается некоторой задержкой то есть вот мы начали измерения здесь проводить да то мы как говорится осознаем размер этой величины через некоторый интервал да то есть момент времени да скажем это первый момент времени 2 у нас будет информация о скорости предыдущий момент времени ну и так далее плюс еще вот этот вот отклонение джиттера вот средней линии нам дают дополнительную ошибку так вот в принципе мы можем путем нескольких измерений и предположение определенной модели движения нашего автомобиля например мы можем пример примерно оценить скорость автомобиля без учета вот этого таких вот отклонений дополнительных вот и это будет соответствовать тому моменту когда или такому процессу измерений когда отклонение д у нас фиксированная получается то есть тот факт что мы изменения делаем с некоторой задержкой надо учитывать управляющих системах значит зачем вообще ввели вот эти понятия элементы управления представителя и образа делается это для того чтобы их свойства можно было отдельно измерять ну принципе как это любом в любой реализации системного подхода то есть мы уменьшаем сложность представления физического объекта определенным образом формируем процесс управления а также их по отдельности можно рассматривать их свойства дам как я уже сказал собственно определение ну что такое сущности как они представляются микроконтроллерах понятие ввода вывода формирование процесса управления вот ну а также самое главное это изучать собственно вот эти всякие разные ошибки и вырабатывать требования к программной системе управления откуда у нас появляются ошибки значит ошибки представления или ошибки образа по отношению к существующим реально объектам зависят от собственно измерения то есть они появляются исходя из округлений в том числе там если используются аналога цифровые преобразователи этого вот этот вот величина дискретизации то есть разница между двумя значениями аналога цифрового преобразователя когда как раз включается в ошибку округления ошибка собственно самого сенсора на ну например если мы температуру измеряем и температура меняется нашего объекта то реакция сенсора тоже она не бесконечно маленькая по времени то есть сенсор сам еще нагреться должен вот а также конечный интервал измерения особенно это касается цифровых устройств ошибка по времени то есть в зависимости от того с какой частотой мы будем измерять так и вот этот вот отклонение момента измерения джиттер сбалансированный дизайн системы управления становится в том случае если ошибка измерения будет соответствовать ошибке по времени там дальше в слайдах будет показано каким образом это достигается значит типично что ошибка должна быть меньше меньше раньше в ртн тити это что такое она это допустимый размер изменения величины вот этой физической сущности деленное на 100 ну то есть ошибка не больше чем один процент это типично это вообще говорят такие опытные характеристики на самом деле можно конечно более строгие или менее строгие принимать требования к системе каким образом ошибку можно компенсировать вообще откуда она возникает то есть вот у нас момент измерения некоторые величины это момент когда мы собственно производим управление системы и нам нужно вообще говоря сделать так чтобы наша реакция соответствовала величине момент времени t reaction то есть нам нужно предсказать значение температуры в данном случае вот момент тогда когда мы будем выполнять управление но вот раз мы измеряем с интервалом 1 10 достижение величины требуемого значения то получается за этот интервал достаточно длительная температура может значительно поменяться это первый момент второй момент то то что существует еще отклонение нашего предсказанного значения до данном случае подразумевает что время линейно растет до реального значения вот это цель дали его можно на самом деле тоже компенсировать путем исследования вот этой функции t и использовать его производным частности стоит дополнительно компенсировать вот джиттером совсем другая проблема мы его практически не можем предсказать а то есть вот мы измеряли так провели измерения микроконтроллер у нас выдает значение с разницей вот это дельта t таким вот образом да поэтому нам не совсем даже непонятно какой момент нам это значение выдаст то есть хотелось бы оперировать данными по температуре в этот момент времени но самом деле мы этого не можем сделать и джиттер мы никаким образом не можем компенсировать единственная наша задача уменьшать этот джиттер измерение в момент времени требуемой величины и измерение величины в момент времени они вот их отклонения на самом деле взаимозависимы вот это называется взаимозависимость между временем и измерением величины положим есть у нас коленвал коленчатый вал на то есть то что внутри двигателя находится и его вращение приводят цилиндры то 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 оценивать его состояние мы можем двумя способами например измерять момент времени t угол поворота это первый вариант второй вариант найти такой момент времени t когда коленвал достигнет нужный нам угол поворота ну и тут соответственно возникает два варианта ошибок то есть если мы измеряем момент времени t и угол поворота то возникает ошибка угла поворота вот равна модулю отклонения измеренного значения от реального значения вот если же мы мерим момент времени при достижении нужного нам угла поворота то тогда возникает ошибка измерения момента времени так вот эти вот ошибки эти два отклонения они взаимозависимы ну и таким образом наша система управления и ее часть которая связана с наблюдением за объект с измерением величин да она должна вообще говоря сохранять эти значения так и проводить измерения вот либо первым либо вторым способом и использовать накопленные значения для того чтобы предсказывать возможное точнее невозможное а наиболее вероятное значение в будущем для значения сенсоров значит ошибки наблюдения значит если нам дана некоторый объект управляемый да ну сенсор будем просто говорить сенсор у него есть сенсор е да его значение величины равно v большое ну по крайней мере на предыдущих слайдах было то r e в момент времени t это значение которое мы наблюдаем значит t это момент времени когда мы наблюдение это производим t большой это тот самый момент времени в ряде дискретизации когда мы реально хотели бы произвести эти самые наблюдения то есть нас интересует r от e от t большого вот ну собственно вот это значение да ошибка наблюдения значит у него есть область значений получается компонента стоит из двух компонентов это ошибка сенсора то есть это отклонение измеренного значения текущего от того что на самом деле есть от истинного значения и ошибка из-за отклонения момента времена ну то есть из-за джитера но на вот этой формулы указывается теперь мы складываем друг с другом да и получается что суммарная ошибка состоит из из-за ошибки то есть состоит из истинного значения момент измерения да от того значения которое мы измерили момент времени т и то же самое есть для области определения моментов времени оно обозначается с и то есть это отклонение момента времени от того момента когда мы хотели бы измерить реально ну то есть величина джитера по сути говоря не противоречилось ну или соответствие нашим наблюдения реальному объекту то есть наблюдение это двойка то есть значение наблюдаемое и момент времени заданы да значит заданы ошибка а также для нашей ошибки задан некоторый интервал допустимых размеров ошибки лямбда большой то же самое для кси то есть отклонение по времени также задан откуда задаются лямбда и кси это наши требования к нашей системе управления то есть по скорости реакции например значит так вот наши наш процесс измерений соответствует вот этому вот возможному диапазону лямбда тогда и только тогда когда всякое измерение точнее отклонение всякого измерения меньше лямбда то же самое она будет не противоречить требованиям по диапазону возможных отклонений если отклонение всякое отклонение будет меньше этого возможного диапазона ну в принципе это достаточно очевидно все а это взаимозависимость между временными и характеристиками их и измерением величин множество измерений является взаимо непротиворечивыми да ну правильными да можно так говорить если их вот эти отклонения по времени и по измеряемой величине соответствуют друг другу да а также эти измерения производятся в известном интервале ну то есть в интервалах дискретизации то есть если нам дано вот эти характеристики измерений а также некоторый доступный интервал ошибок то вот эти вот измерения являются непротиворечивыми по времени момент не совсем правильно сказал то есть измерение является правильными момент времени т.а. тогда и только тогда когда отклонение измерения момента а и в тот момент когда мы хотели бы его измерить оно меньше вот этого лямда в ну то есть то что вот этот вот в этот момент времени мы производим изменение величины так и эта величина будет меньше вот этого допустимого значения в смысле отклонение этой величины значит временная точность да тут accuracy не очень удобный термин конечно для перевода так вот это временное соответствие да это отношение между с вот этой физической сущностью и его образа в памяти микроконтроллера и вот это временная точность определяет как долго конкретное значение вот этого образа на самом деле соответствует тому что есть на самом деле ну то есть этим состоянию физического объекта зависит от динамики этой сущности объекта и собственно самой модели того с чем мы имеем дело ну вот такой интересный пример это светофор вот вопрос как долго мы можем думать что наш образ соответствует истине что светофор горит зеленым какое время мы можем предполагать что этот образ соответствует истине и ответ. Что в течении периода времени горения желтого сигнала без почему так потому что желтый сигнал горит меньше всего на светофоре по-атому курс период времени горения желтого сигнала мы можем считать что что зеленый, то есть понимание того, что сейчас горит зеленый, оно будет истинным. Вот в следующем слайде это более формально показывается. Значит, дано характеристики процесса измерения, то есть интервал дискретизации и измеряемая величина со своими ошибками, да, а также зафиксирован вот этот вот интервал времени, ну какой-то заданный, да, нам. Так вот, мы можем хранить предысторию значений некоторой длины L в момент времени T, то есть вот эта вот история значений находится на интервале от T минус L до T. Так вот, и задается вот временная точность по отношению к измеряемым величинам, называется AI, вот где вместо L мы подставляем вот этот вот D, то есть T минус D получается. Так вот, если существует только момент времени T, находящийся на этом интервале, то есть от T минус D до T, и при этом значение, измеренный момент времени T будет равняться T, а момент времени, который мы реально измерили, то тогда мы можем говорить о том, что наш образ соответствует истине. Вот, ну и получается, что в зависимости от того, какие свойства у нас вот этого D от CC присутствуют, вот эти вот элементы управления, то есть сущности объекта, они могут быть параметрическими или фазозависящими. Значит, дано. Значит, есть некоторая сущность, есть ее имидж, который периодически обновляется с интервалом D апдейт, ну, период обновления. Также временная точность, то есть интервал временной точности D от CC. Также максимальная задержка между точкой наблюдения и срабатыванием исполнительных механизмов, то есть D-реакции. Значит, нам требуется, чтобы D от CC было больше D-реакции, ну, то есть, что тот момент времени, когда мы включаем исполнительное устройство, он находился в период, когда образ соответствует истинному состоянию объекта. И вот если D от CC у нас будет больше, чем время вот этого обновления датчика и время реакции, то такой объект, то есть такая сущность у нас является параметрической. С ней процесс управления этой сущностью намного проще, чем фазозависящей сущностью. То есть, во втором случае, то есть, если интервал адекватности нашего представления меньше, чем вот сумма вот этих двух интервалов. Ну, и таким образом, каким образом, то есть, как мы можем перевести фазозависящий объект параметрический? Ну, для этого нам нужно увеличивать D от CC, либо уменьшать время реакции, очевидно. То есть, физическую величину срабатывания мы, скорее всего, не сможем поменять как-то. Хотя, можно, конечно, поменять исполнительное устройство. Параметрический образ может использоваться в любое время. Ну, то есть, у нас есть некоторый процесс управления в виде вот этого цикла управления. Так вот, на каждый момент времени после измерения образ у нас будет адекватный. И мы можем в течение времени вычисления этот образ использовать, считая его истинным. Вот. И не нужно рассматривать различные временные характеристики по отношению к моментам времени обновления данных. Для фазочувствительных образов мы можем лишь только часть времени подразумевать, что значение истинно для интервала. Вот. Также требует дополнительные ограничения на процесс распределения ресурсов в операционной системе микроконтроллера. И, вообще говоря, нам требуется минимизация времени на вот это вот, на вычисления. Ну, я об этом говорил уже выше. Чтобы приблизить фазочувствительный образ к параметрическому, нам нужно, значит, либо вот уменьшать время обновления, либо научиться предсказывать состояние нашего объекта, да, вот, в будущем. Значит, оценка состояния. Значит, для этого нужно нам построить модель этой нашей сущности. То есть, в рамках вот этого представителя. То есть, модель это будет, как раз и будет являться представителем. Значит, предположим, у нас есть набор обновлений, да, во время T-Observation. И нужно использовать модель, чтобы оценивать, ну, или аппроксимировать состояние нашей сущности в некоторый момент времени, который больше, чем время обновления. Значит, цель использовать вот эти оценки для того, чтобы вычислить состояние в момент времени, когда мы запускаем исполнительный механизм. Для того, чтобы эту модель нам построить, нам нужны необходимые условия. Для того, чтобы получить достаточно хорошую оценку аппроксимации, нам нужна хорошая модель и минимальный джитер. То есть, джитер будет вносить неопределенность в нашу модель. Если сенсор, да, может быть... Ну, не сенсор, а измеряемая величина, да, если правильно, может быть представлена в виде непрерывной дифференцируемой величины, то, как правило, достаточно аппроксимации производной первого порядка для того, чтобы оценить значение. То есть, скажем, в момент срабатывания датчика значение, измеряемая величины, будет значением величины момент наблюдения, умноженное на производную этой величины и на разность по времени между моментом использования и моментом наблюдения. Если необходимо, то можно использовать производную более высокого порядка. Ну, например, то есть, если коленвал вращается со скоростью 3000 оборотов в минуту, то время между срабатыванием датчика и наблюдением будет равно... А, ну, это не... Например, да? Будет равно 500 микросекунд, то скорректировать угол на какое-то количество градусов. То есть, вот эта величина, ошибся, она не вычисляется, и скорости вращения она задается. Следующий вопрос, который рассматривается в процессе проектирования, это то, как мы из разных элементов собираем систему. То есть, дана нам некоторая распределенная система. Есть некоторый узел, который наблюдает за сенсором. Есть узел, который управляет... Не управляет, он доставляет измеренные значения. Вот. И соответствующие временные моменты времени определяются. Ну, и есть устройство управления, которое использует данные наблюдений. И таким образом, значит, появляется новая формула, собственно, с задержкой между Use и Observation. Она уже будет складываться из моментов времени, то есть, интервалов времени на измерение, передача информации. И вот эта система, она может быть... То есть, вот эти все наборы сенсоров, исполнительных механизмов можно составить, то есть, создать из них систему правильно функционирующую, правильно функционирующую во времени. Значит, если вот эта вся система будет работать в две фазы, противоположную, то есть, в одной фазе производится измерение и передача информации, вот, а в другой фазе, соответственно, производится вычисление и подача управляющих сигналов на управляющее устройство. В таком случае система может быть работать правильно, да? И таким образом, что в результате этой непростой лекции мы получили следующую информацию о том, что управляемые объекты характеризуются задержкой на срабатывание, то есть, в мертвое время, да? Время достижения значения, измеряемыми требуемой величины. Контроллеры характеризуются, то есть, управляющие системы количеством измерений в секунду, а также существованием некоторого отклонения, как в измерительной системе, вот, желаемого момента времени измерения, так и в процессе управления у нас есть некоторые отклонения моментов управляющего воздействия, которые нужно минимизировать. Значит, образы отображают состояние реальных физических объектов и характеризуются отклонением измеряемой величины, а также отклонением моментов времени измерения. Если нам требуется измерение момента времени на достижение нужной нам величины. Значит, реальный мир характеризуется элементами, имеющими свойства реального времени, но это, на самом деле, тавтологическое высказывание. Представители этих величин и образы представляют собой абстракции, позволяющие нам изучать отдельно измеряемую величину в контексте процесса измерения и процесса синтеза управляющего воздействия. Существует зависимость между отклонениями в измеряемой величине и момента времени. И процесс наблюдения за объектом, как набор измерений, он может быть корректным, если выполняются необходимые условия по времени, то есть по диапазону возможных значений и отклонений по времени измерения, так и измерения величины. Система управления может характеризоваться, точнее, она должна соответствовать корректности в соответствии с временной точностью, то есть должен существовать интервал, при котором образ, ну, состояние сенсора, в частности, соответствует его реальному состоянию, и за это время мы должны успевать реализовывать и синтезировать управляющие воздействия. А также набор измерений должен во времени быть непротиворечив. Должны измерения производиться в определенный интервал обеспечения точности, то есть нам нужно строить эту систему управления таким образом, чтобы мы могли производить такие измерения. Вот если время интервал соответствия и истине, больше суммы времени времени вычисления управляющего воздействия и периода обновления, то такая система рассматривается как параметрическая и управлять этой системой несколько проще, чем если в это условие не соблюдается. Такая система называется фазочувствительной. И улучшить, так скажем, систему управления для фазочувствительной системы можно за счет двух вещей. Основное это то, что мы должны построить модели и попытаться предсказать значение измеряемой величины в момент синтеза управляющего воздействия. И второе, важно это уменьшать отклонение от момента времени запуска управляющего механизма. То есть делать наши алгоритмы более предсказуемыми, в частности. Ну, на этом я закончил. Надеюсь, было не сильно скучно. Надеюсь, было понятно.